Один из подвижников, которого подвергали мучениям, Хаббабдуль-Арт, после того, что постигло его из истязаний, мучений, притеснений со стороны курайшитов, он говорит, мы пошли к пророку Алей-Саратусарам. До такой степени достигли тяготы наши, что мы уже пошли к пророку Алей-Саратусарам, увидели, что он, свернув свой плач, положил его под голову и лежит возле Каббы, в тени Каббы. Мы подошли к нему и сказали, у посланника Аллаха, почему ты не попросишь помощи для нас у Аллаха и победы для нас, почему ты не помолишь Аллах, не попросишь об окончании этих мучений. Тогда пророк Алей-Саратусарам сказал им, он сказал, а знаете ли вы, что до вас, до вас были верующие люди, и были люди такие, которых подвергали истязаниям, то есть истязаниям худшим, чем истязаниям, которые подвергаетесь вы. Они брали, делали яму, рыли яму в земле, потом этого человека клали в эту яму, потом брали пилу, устанавливали эту пилу посередине его черепа и начинали пилить его и распиливали его на две половины. А знаете ли вы, но это ни в коем случае не отвратило его от его религии, говорит пророк Алей-Саратусарам. Или брали гребни, железные гребни и начинали этими гребнями человека, который уверовал подвергать мучениям так, что когда проводили эти гребни по телу, его отделялись, отделялось мясо, мышцы, отделялись от костей и отрывались сухожилия. Но это не отвратило их от их религии, говорит пророк Алей-Саратусарам. И дальше пророк Алей-Саратусарам сказал, что клянусь Аллахом, Всевышний Аллах доведет эту религию до победоносного конца, до победы. Будет так, что всадник будет ехать из Санаа, город Санаа в Йемене, до Хадрамута, не боясь никого, кроме Аллаха. И опасаясь только волка, того, что он повредит его овцам. То есть Аллах даст победу этой религии, даст вам, верующим, после этого страха безопасность. Так что всадник будет ехать свободно от Санаа до Хадрамута, не боясь ничего, никого, кроме Аллаха, Субханава Та'аля. Победа будет за этой религией. Савбан, один из подвижников рассказывал, что пророк Алей-Саратусарам сказал, Поистине, Аллах сжал землю, показал мне ее. Так что я увидел и восток земли, и запад земли. Поистине, моя община, власть ее, владение ее, достигнут всех тех земель, которые были мне показаны. То есть востока земли и запада земли. И дано мне, говорит пророк Алей-Саратусарам, будут даны мне два сокровища, красное и белое. Красное и белое, что это за сокровища? Красное и белое. Красное, то есть сокровищницы золота. Белое, сокровищница серебра. О чем идет речь? Речь идет о сокровищницах Хасроя и сокровищницах Цезаря. Сокровищницах Цезаря. То есть сокровищницах императора Персии и сокровищницах императора Византии. Персия и Византия – это две мощнейшие империи на то время, самые могущественные государства. Все боялись Персии и боялись Византии, их владык, пророк А.С. говорит, мне будут даны эти сокровищницы. И сказал пророк А.С. Обрадуй эту умму тем, что будет ей величие, будет ей почет, будет у нее религиозность, будет у нее возвышенное положение, будет ей помощь, победа, будет ей сила на земле. Но, как сказал пророк А.С. Но только вы торопитесь. Это он сказал Хаббабу внуль-Арду, когда он пришел к нему и сказал ему, почему посланник Аллах, а ты не попросишь помощи у Всевышнего Аллаха для нас. Но вы торопитесь.